МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рустам, здравствуй. На пренартом соседании были обозначены основные тенденции развития рынка недвижимости и риэлторской деятельности. Вице-президент российской гильдии риэлторов Арсен Унанян обозначил такие тренды, как разработка стандартов, развитие формата межрегиональная сделка, уточнив при этом, что все больше людей переезжают в другие регионы, активно развивается юг России, поэтому все больше людей нуждается в качественном и быстром оформлении купли-продажи. Но основной тенденцией, как обозначили федеральные эксперты, так и региональные, это объединение участников рынка, что позволит им в дальнейшем повысить качество предоставляемой услуги. У нас есть такие тенденции вообще объединяться, да, вокруг чего объединяться. Ну вот у РГР, например, завтра будет презентация нового нашего портала, который создает уже непосредственно наша ассоциация РГР Пермского края, которая называется «Руметр 59». То есть это будет наша собственная площадка, где все риэлторы могут размещать свои объекты, это будет чистая база. Оля, ну и применение каких новых технологий обсудили участники дискуссии, ну и которые представлены сегодня на форуме? На форуме представлено несколько стендов в направлении виртуальной реальности, что нам позволяет сделать вывод, что эта услуга приобретает все большую популярность, да и сами риэлторы и застройщики признаются, что эта технология позволяет им ускорить процесс продажи в два раза. Рустам? Да, спасибо. Я напоминаю, на связи с нами была Ольга Юшкова с Камского форума. Арбитражный суд Пермского края принял заявление о банкротстве мотоверихинских заводов. Его подала новгородская компания «Нова». Ранее в феврале это заявление было оставлено без движения. На решение суда повлияли дополнительные документы, приложенные заявителем на прошлой неделе. Компания «Нова», напомню, пытается взыскать с завода средства за предоставленные услуги. Ранее арбитражный суд Новгородской области решил взыскать с Мотоверихи в пользу «Новой» 47 миллионов рублей за поставку деталей и 200 тысяч рублей госпошлины. В свою очередь, Новго суд обязал перечислить заводу 16,5 миллионов рублей, так как на части поставленных запчастей не было сертификатов качества. В результате взаимозачета Пермское предприятие должно было перевести компании почти 31 миллион рублей. Юристы Пермского холдинга пытались обжаловать решение суда, но эти попытки оказались безуспешными. В начале этой недели арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменения решения предыдущих инстанций. На предприятии решение суда оставили без комментариев, но при этом в очередной раз отметили, что задолженность в 31 миллион несоизмерима с величиной активов предприятия, измеряемой миллиардами. 150 тысяч рублей потратил Пермский театр кукол на разработку своего нового фирменного стиля. Эти средства были выделены из собственных средств театра еще три года назад. Фирменный стиль представили сегодня. Новая концепция берет за основу слепых человеческой руки. По словам разработчиков, это самый расхожий символ кукольных театров и искусство пластики рук. Прописной шрифт символизирует детские прописи. Новый стиль будет распространяться на всю символику театра. Это конверты, пригласители, костюмы персонала и даже гардеробные бирки. У театра должно быть свое узнаваемое лицо. И вот эта ладошка, этот отпечаток будет везде. И даже, скажем, каждый отпечаток на заборе ладони будет напоминать о нас, о нашем существовании. Вот и для этого нужна такая была простая, внятная идентика. В эту субботу в Пермском театре кукол состоится премьера сказок Пушкина. Она рассчитана на зрителей от 6 лет. Режиссером-постановщиком выступил Вадим Смирнов, художником Марина Зорина. Развитие событий через час. Я же пока не прощаюсь. До встречи на РБК. РБК Перм. Дело. Разведка боем. Стартап как инвестиция. Сегодня в 16.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова